А покупатели все в масках? Да, все в масках. Вот здесь написано, два написано. Ну, мало что написано. Вход без маски запрещено. Ну, мало что написано. Ну, не пускаем. Не пускаете? Нет. Не обслуживаете? Нет. Точно? Точно. Без маски не обслуживаем. Такое объявление часто можно увидеть на входе в магазин. Да и сами сотрудники нередко просят посетителей надеть маску. С агрессией приходится сталкиваться? Конечно, да, приходится сталкиваться, но как-то пытаемся более-менее сгладить, допустим, этот конфликт и все-таки убедить человека, что все-таки есть необходимость воспользоваться средствами защиты. Основная категория лиц, конечно, она в масках, но попадаются категории лиц, которые не принимают, так сказать, меры предосторожности в этом плане, а именно то, что говорят, что мы не болеем, либо мы, допустим, не заразимся этим вирусом. Ну, а так, в основном, все с пониманием относятся и пользуются средствами защиты. В то же время к предприятиям, оказывающим услуги населению, применяются четкие санитарные требования. Так, все сотрудники должны ежедневно проходить термометрию, не допускаются к работе лица с признаками респираторных инфекций. Каждые два часа должна проводиться обработка дезинфицирующими средствами. Персонал необходимо обеспечить запасом средств индивидуальной защиты. Все наши продавцы, кассиры, как вы обратили внимание, находятся в масках, в перчатках. Тяжело девочкам, но все это требует нынешняя жизнь, нынешнее время. Значит, на входе в наш торговый зал стоят дезинфицирующие средства в доступе к покупателям, салфетки. Наши работники охраны предлагают надеть маску, если покупатели сопротивляются. Мы предлагаем даже сами отдать маске, чтобы не было никаких инцидентов. В настоящее время распоряжением губернатора мы имеем право не обслуживать такого покупателя, который находится без маски. Потому как нам, как предприятию торговли, грозит вплоть до закрытия предприятия. Еще раз прошу вас отнестись с пониманием, прежде всего, к нам. Поверьте, уважаемые покупатели, наши постоянные клиенты, что это не наш бизнес распространения масок, перчаток, требования какие-то. Это не наши требования. Эти требования выдвигают к нам, и не мы их к вам сдвигаем. Это требования жизни сегодняшнего дня. Антимасочники встречаются и среди пассажиров общественного транспорта. Всем запомнился произошедший в октябре конфликт в автобусе 8 маршрута. Я что ли сторожат? Я не знаю. Мальчишки, давайте его вытряхнем, и все, что он сидит тут, что он подключает. Тогда водитель отказался трогаться с места, пока пассажир не наденет маску, либо не покинет транспортное средство. В итоге остальные пассажиры помогли бунтарю покинуть автобус. А вот недавний случай в автобусе номер 20. А я не петербург, я села, я с собой, я на ракостке. Возьмали полностью согласен. Вот максимум. У девушки пассажира маска была, но надевать ее на лицо она отказывалась категорически. Водитель предупредил, что продолжит движение только когда все пассажиры будут в масках. В конечном итоге девушка маску так и не надела, пассажирам пришлось выйти и пересесть на другой автобус. Вот так принципиальность одной дамы стоила многим опоздания на работу. Соблюдать масочный режим необходимо и при посещении баров, кафе, ресторанов. Сейчас такие заведения могут работать только до 24 часов. Столы в зале должны быть расставлены с учетом дистанции полтора метра. А проведение массовых мероприятий категорически запрещено. Все гости, заходящие к нам, покушать, перекусить, мы всегда предупреждаем, что приходит, нужно надеть маску. У нас это все, развесена вся информация на наших стенах, на функциональных досках. А если у гостя нет, то мы, конечно, предлагаем свою маску. Передвижение по ресторану тоже маска. Соответственно, весь персонал также мы контролируем, чтобы масочный режим соблюдал. Каждый 2-3 часа идет замена масок, как требует Роспотребнадзор и сама ситуация в России. Обидно слышать от гостей, когда они говорят, да что, ладно, не надо. Вот это сам маска. Анастасия Абдулхалек, Александр Наточев, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости на телеканале Лента.